Какие у нас возможности воздействия на молодежь? И идет какой-то мальчугашка и говорит, мы хотим свободы. Какой свободы ему не хватает? Никто объяснить не может. В Курулта и Башкирии в очередной раз задумались над тем, как правильно воспитать молодежь. Своеобразным ориентиром для молодых людей депутаты выбрали Великую Отечественную войну, которая закончилась 75 лет назад. Обстановка показывает, что то, что мы говорим 76 лет назад и 80 лет назад, это было не когда-то в истории, это было вчера фактически. А молодежь этого не понимает, им кажется, что времена другие. Это самообман. Времена, всегда можно сказать, что времена другие. Но люди остаются людьми и они допускают те же иногда ошибки. Заседание консультативного совета при председателе Курултая началось с длинной лекции о начале Великой Отечественной войны при уменьшении роли СССР в победе и агрессивно настроенной Европе. Ну посмотрите, Европа как, даже понимая, что мы не виноваты, они начинают участвовать в санкциях. Та часть населения, которая не видит этой опасности, им кажется, Европа – это место, куда можно поехать, отдохнуть, полежать на берегу и прочее. Это и раньше было. И в 19 веке иммиграции были и прочее. Но вот эта офшорно настроенная часть нашей творческой интеллигенции, она, конечно, не думает сейчас о опасностях, украшающих в нашей стране. Переиначить и исковеркать историю войны, по мнению экспертов, стремится весь западный мир и российские либеральные деятели, которые говорят о том, что было бы неплохо оставить войну в прошлом. Почему вот западный и прозападный мир и наши либералы так дружно объединяются, обвиняют Россию в том, что она живет прошлым, что она проводит милитаристскую политику, проводит парады и так далее. И они начинают уже демагогии разводить, что вместо парада можно было раздать эти деньги пенсионерам и прочее демагогии. Так что же, по мнению парламентариев, не так с современной молодежью? Собравшиеся в зале пришли к выводу, что им не хватает нравственных ориентиров, которыми раньше были герои войны, поэты и писатели. Интернет же, по их мнению, поиску примера для подражания не способствует. Молодежь там смотрит кошек, собачек, какие-то девицы, которые ездят на юг и прочее. К сожалению, это похоже на старческое движение, но с другой стороны, без нравственных авторитетов невозможно воспитание. От теории воспитания собравшиеся перешли к практике и стали решать, как возрождать в молодых парнях и девушках любовь к родине. Председатель общественного комитета по развитию и поддержке образовательных проектов Башкирии предложил сделать ставку на социальные акции и конкурсы рисунков. Почему мы в 2013 году стали активно подключиться к этому проекту «Бессмертный полк»? Мы до этого провели Олимпиаду по истории Великой Отечественной войны, и один из вопросов детям был поставлен. Кто из твоих членов семьи принимал участие в Великой Отечественной войне? 90% детей не смогли ответить на этот вопрос. С вами реализуем еще один такой, я считаю, очень значимый проект. Это конкурс детского рисунка. Нам часто тоже задают вопрос, а в чем вот успех вот этих проектов, да, всех которых вот. Потому что массовость очень большая. К слову, после того, как встреча завершилась, мы решили спросить у куратора «Бессмертного полка» в Башкирии, кто такой современный патриот и как вырастить своего ребенка в правильном ключе. Вообще, это сложный вопрос, который вы задаете, вот, а такие патриоты. Но это, в первую очередь, наверное, те люди, которые, ну, любят свою страну, свою семью, знают историю своего государства. Есть такой соревновательный долг, как бы, у детей. И вот через подобные вот такие мероприятия мы пытаемся их замотивировать. То есть одно дело ребенка получить заслуженную какую-то награду, грамоту, там, из рук, ну, скажем, учителя. Но другое дело получить грамоту от героя Российской Федерации или от главы Республики Башкортостан. Молодежи, эти вопросы в значительной части стали периферийными. Мы не прививаем интересы к этой теме. Вот эти вот организационные массовые мероприятия, они не всегда дадут эффект. Нужно где-то искать поиск другой в душе. Приказами не сделаешь, не заставишь любить страну, любить победителей в этой войне, любить нашу историю. Вот где, к сожалению, мы сейчас вот находимся в поиске, не всегда эффективнее оказывается результат. На встрече собравшиеся пришли к выводу, что победа Советского Союза обеспечила всем странам долгие годы мирной жизни. Но в то же время они настаивают на том, что порох до сих пор нужно держать сухим. Егор Полторыхин, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.